Ассаламу аликум друзья, Чечен синдром вновь и вместе с вами. 23 февраля 1944 года чеченские ингушские народы были депортированы в Казахстан и Среднюю Азию. Спецпереселенцы не могли свободно перемещаться не только внутри страны или республики, но даже одного района. 9 января чеченцы и ингуши отметили годовщину восстановления ЧАССР и разрешение войнахам вернуться на родину. Это был 1957 год, 13 лет после варварской и преступной депортации, когда женщины, дети и старики были брошены в товарные вагоны и отправлены в голую степь Казахстана и Киргизии. Наш народ тогда потерял около четверти всего населения, в основном женщин, детей и стариков, чьи мужья. Отцы и дети воевали на фронтах Великой Отечественной войны. Но ни чеченцы, ни ингуши не потеряли и не забыли свой язык, память, традиции и обычаи. И каждый день они жили с надеждой, что смогут снова увидеть родной Кавказ. Муса появился через год после смерти Сталина. Он приехал на новенькой победе, по тем временам невероятно редкой и роскошной машине для степей Казахстана. Он носил ватник, галифе, тельняшку и папаху, а на руках его были выбиты наколки. Выйдя из автомобиля, Муса направился к старейшинам и провел с ними около часа. Муса объяснял старейшинам, что после смерти Сталина появилась возможность вернуться домой, в Назарань. Старики согласились и сказали всем готовиться в дорогу. Муса раздобыл 200-литровую бочку, инструменты, походный инвентарь, крупномасштабную карту, которую он будет изучать часами, чтобы найти объездные дороги из Казахстана на Северный Кавказ. Окна Победы были завешаны белыми занавесками, чтоб снаружи никто не мог разглядеть, кто едет внутри. И как только сошел снег, он ушел в первый рейс с еще оставшимися в живых мужчинами. Потом он перевез бездетных женщин, они должны были успеть засеять огороды. Потом подростков, потом женщин с детьми постарше, потом с грудными. Последними он перевез стариков и старух. Днем он вел машину по объездным проселкам в обход городов и крупных населенных пунктов. Ночами же гнал по асфальту. Несколько раз ему не удавалось избежать встречи с милицией. И одному лишь Всевышнему известно, как он смог уладить те встречи. Раз в двое суток он останавливался подальше от людских глаз, чтобы поспать 2-3 часа. Он был молчалив и сосредоточен. До снега он перевез всех людей своего рода на родину. Он сделал 27 рейсов. 27 раз туда и 26 раз обратно. Более 3000 километров в один конец. За 7 месяцев он проехал более 160 тысяч километров и перевез полторы сотни человек. Совершив последний, 27-й рейс, Муса заснул и не проснулся. Машина выдержала, а человеческое сердце нет. И таких примеров мужества и самопожертвования и года депортации показали куда больше, чем подлости и трусости. Рискуя жизнью, чеченцы и ингуши возвращались в родные края за долгода так называемой «государственного разрешения». Оно было принято, когда возвращение чеченцев и ингушей на Кавказ уже состоялось и Москва оказалась перед состоявшимся фактом. И только взаимная поддержка позволила пережить те испытания. Сердце Муса и Оздаева из села базарки на ней выдержало, но вынесло куда больше, чем смогло бы обычное человеческое сердце. И потому он, как и многие другие герои, не вошедшие в учебники истории, но оставшиеся в памяти людей, стали примером для последующих поколений. Чеченцы и ингуши увидят еще более страшные картины, чем депортация. И только воспитание на таких примерах взаимовыручки и мужество позволит им пережить все последующие испытания и ужасы. Тогда, уже вернувшись домой, старейшины часто говорили, жаль с нами нет Мусы, он бы смог помочь. И правда, будет жаль если мы останемся совсем без примеров благородства и мужества. Без тех людей, которые никогда не торгуются с совестью и чье мнение по этому, является ориентиром. На этом все друзья, с вами был Чечен Синдром и до новых встреч.